Орешек знать я тверд, но все же мы не привыкли отступать. Нам расколоть его поможет киножурнал «Хочу все знать». Раз, два, три, четыре, пять. Начинаем вырезать. Из мозаики бумажной все, что хочет, сложит каждый. Синий цвет и красный цвет. В этих красках есть секрет. Нам сейчас расскажут краски о событиях давних лет. Ах, как летели кони по площади Марсового поля. Сам Марс, бог сражений, пришел бы в восторг от строя петербургских военных парадов. Запечатлеть сие великолепие на полотне приказал обожавший парады царь Николай I. Писать картину поручили художнику Григорию Григорьевичу Чернецову. Работал он над ней пять лет. И вот удивительно. Казалось бы, парад, значит, рисуй военных. Кивера, сабли, распущенные знамена. Да, все это в картине было. Но Чернецов поставил перед собой еще одну, пожалуй, для него главную цель. Изобразить самых известных людей своего времени. Получилось целая портретная галерея, причем каждый персонаж писан с натуры. Это художник Карл Брюлов. Денис Давыдов. Сам Чернецов на заднем плане. А вот здесь у рамы крестьянское лицо. Вообще-то крестьян писать было не принято, но это тоже знаменитость. Петр Телушкин в одиночку, без лесов, починивший крест на шпиле Петропавловской крепости. Храбрый был человек. Чернецов написал множество этюдов к своей картине. Но над этим образом он работал особенно тщательно. Александр Сергеевич Пушкин. Рисовано с натуры 15 апреля 1832 года. Один из немногих прижизненных портретов поэта. И именно эти, с фотографической точностью выписанные лица современников, принесли славу картине и художнику. А вовсе не пышный парад, ради которого она задумывалась. Кстати, царю картина не понравилась. Ну и что же? От этого не уменьшается ее ценность для нас с вами. Не узнали? Неужели? Ну конечно, Майдадыр. Он сегодня новый способ умывания разучил. Но признаться, этот способ Майдадыра удивил. Кто-нибудь из вас спробовал вымыть без мыла испачканные маслом руки? И не пытайтесь. Почему? По одной простой причине. Масло с водой не смешивается. Сколько ни тряси его, ни болтай, все останется по-старому. Отдельно масло, отдельно вода. А вот эти приборы, они называются гидроакустические излучатели, могут заставить воду и масло вести себя совершенно по-другому. Излучатель похож на насос, который гонит через себя воду с огромной силой. Да еще завихряет ее во внутренних камерах. А теперь попробуем еще раз. Добавим в воду масло и... Видите? Водяная струя вырывается из прибора волнами, внутри которых образуются крохотные пустые пузырьки. В них-то и весь секрет. Взрываясь, пузырьки с силой дробят жидкости и смешивают их друг с другом. Мешать они могут все. Коктейли, соки, кремы. Могут стирать, чистить любую загрязненную поверхность без порошка, без мыла, просто водой. Вот так. Раз, два и готово. Приглашаем на обед. Ничего вкуснее нет. Но, конечно, нужен нам еще и ужин. Да-да. Эти прекрасные тутовые деревья растят специально, чтобы кормить гусениц. Отменный аппетит. Поедят и спят. Проснутся и снова едят. И вдруг в один прекрасный день поведение гусениц совершенно меняется. Они перестают есть и начинают хлопотливо окружать себя тонкой паутинкой. За эту способность прясть нити гусеницу так и назвали – шелкопряд. Дутовый шелкопряд. Из нити гусеница свивает себе кокон-домик, в котором она превращается сначала в куколку, а потом в бабочку. Бабочки откладывают яички, из которых вылупляются гусеницы, и все повторяется сначала. Шелкопряды, как и пчелы, одомашненные насекомые. Давным-давно люди научились разводить шелковичных червей. Когда-то окна разматывали вручную. Теперь это делают машины в цехах шелкоматальных фабрик. Вот так, ниточка за ниточкой, посмотрите, во что превратился труд гусениц в прочную, красивую шелковую ткань. Этот лес давным-давно канул на морское дно, чтоб потом возник на свет чудо-камень-самоцвет. В русских сказках звался он Аллатырь. Древние греки дали ему им электрон, а литовцы — гинтарос. Считалось, что и возник янтарь как-то необычно. Его даже называли слезами богов. Но еще в начале нашей эры римские ученые Плиний и Тацит высказали догадку. Янтарь связан со смолой растений. Им не верили. И долго, столетиями полагали, что это застывшая на солнце морская пена, или окаменевший пчелиный мед, или даже превратившийся в камень жир неведомых рыб. Доказать, что янтарь был когда-то смолой деревьев, сумел великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. И помогли ему в этом попавшие в янтарь насекомые. Присел паучок на каплю смолы и завяз. А потом вместе с древними лесами ушел на дно моря. Там на дне и возник янтарь. Во все времена радовала людей красота этого камня. Янтарная комната. Она украшала Екатерининский дворец под Ленинградом и пропала в годы войны. Сегодняшние мастера восстанавливают ее по старым рисункам и фотографиям. Так что и мы когда-нибудь сможем полюбоваться этим удивительным сокровищем. Конечно, мои дети Еще не все на свете И это очень грустно Приходится признать Но было бы Но было бы желание Придут к тебе Придут к тебе и знания За это вам ручается Журнал хочу все знать Субтитры создавал DimaTorzok